Всем привет! С вами Люда Блаж Суприм, и я очень рада вас видеть на своем канале. И до Нового года я вам обещала рассказать про мою систему питания, про то, как я очень здорово похудела, про интервальное голодание. Но пока мы окончательно не увлеклись темой интервального голодания, питаться все-таки нужно. И я вам хочу рассказать про ребят, которых я для себя открыла, Яна и Владимир. У них суперский сайт с офигенными рецептами, которые реально проверены на себе. На сайте Chef NRO представлены реально вкусные и простые рецепты со всего мира, и их реально хочется готовить. У каждого рецепта есть и английская версия, все ингредиенты реально можно найти в магазине. Поэтому заходите к ребятам в гости, я уверена, что вы что-то вкусненькое для себя подберете. Ссылка на сайт и инстаграм ребят в описании. Я, насколько понимаю, что многим из вас эта тема очень интересна, тем более на дворе скоро весна, а после весны вообще пляжный сезон, поэтому долгое вступление делать не буду, сразу поехали. Интервальное голодание. Что это такое и как я на нем сижу? Начну с того, что признаюсь вам, что только после того, как я села на интервальное голодание, мой вес действительно сдвинулся с мертвой точки. Но, опять же, пышкой я никогда не была. Я была вообще дистрофичным ребенком, я, по сути, не очень много ела, но после 25 лет, видимо, метаболизм как-то замедляется или еще что-то, я начала замечать, что каждая съеденная булочка откладывается не в тех, ну, не в нужных местах. И сколько бы я ни занималась спортом, ни сидела на диетах, ничего, по сути, не помогало. То есть я достигала определенной точки и дальше никуда ничего не двигалась. Для посторонних я всегда была худышкой, для себя в определенных местах совершенно нет. Внизу под этим видео я оставила вам ссылку на статью на лайфхакере про интервальное голодание. По-английски это называется Intermittent Fasten, как IF сокращение. Либо прерывный пост, либо система аутофагии, либо прерывный пост его еще называют. Я его называю интервальным голоданием. По сути, это схема питания, когда разрешено кушать только в определенные часы. То есть ты кушаешь либо 4 часа, либо 6 часов, либо 8 часов. А остальное время, когда ты не кушаешь, то есть это 18 часов, 20 часов, 16 часов, либо 2 дня, ты по сути ничего не ешь. Ты только пьешь воду, травяные чаи и кофе без молока, естественно, и без сахара. Как вы прочитаете в статье, в 2017 году в Кремниевой долине в США стало интервальным голоданием совершеннейшим трендом. Еще и после того, когда в 2016 году японец Асуми, прям простите, не могла вспомнить его фамилию, получил Нобелевку по медицине и физиологии. То есть что такое аутофагия? Это когда живые клетки, хорошие клетки, как я их называю, избавляются от дефектных белков, и этот процесс запускается только после 9 часов голодания. Ну, опять же, давайте с вами так определимся, что сон входит в эти 9 часов голодания. То есть вы 9 часов не принимаете никакую пищу, и только после этого времени запускается процесс аутофагии. То есть живые клетки начинаются питаться дефектным белком. Дефектный белок это то, что остается у нас от еды. То есть тем самым наш организм избавляется от накопившегося мусора. Тот мусор, который уходит в попу, в живот, в ручки, все то, что нам не нужно. То есть когда наша живая клетка голодна, она начинает съедать вот эти дефектные белки, вот этот весь мусор более интенсивно, и она получает энергию именно от этих дефектных белков. То есть происходит процесс жиросжигания. Ну, по сути, да, это то, к чему мы стремимся. Питаться, как я уже сказала, можно 16 часов голодания, 8 часов еды, это я так питаюсь. Можно питаться 14 часов голодания, 10 часов еды, это самая лайтовая версия, и с нее начинают многие. Я, кстати, начала сразу с 16-8. Можно питаться, вот как я сказала, по дням. По дням мне вообще не нравится, меня устраивает по часам. В эти 8 часов я могу есть абсолютно, что хочу, и это подтверждено теорией, подтверждено моими результатами. Естественно, я не ем, не закидываюсь Макдональдсом жирной пищей постоянно, но я могу себе чуть-чуть позволить хлеба, могу себе чуть-чуть позволить чего-то сладкого. У меня питаться получается с 9 до 17, потому что для меня утренний прием пищи очень важен, я не могу не завтракать. Далее, после 17 часов я, в принципе, не кушаю, главное тут покушать где-то в 16-30, поэтому с собой наработаю, я беру какие-то салатики, что-то такое. Дальше, если дома дел никаких нет, мне достаточно сложно продержаться до 9 часов. После 9 мне вообще не хочется есть, даже если голодала я целый день. Но если есть дома дела, или там я хожу на спорт, или еще что-то, то вообще очень легко, и я заметила, что мои порции стали вообще гораздо-гораздо меньше. Что еще хотела сказать, что сама фраза интервальное голодание звучит гораздо серьезнее и красивее, чем смысл, который заложен в этом принципе питания. По сути, это не кушать после... не кушать вечером, не кушать после 6, после 5. Ну, в моем случае получается, что я просто не ем вечером. И как бы мы все знаем, если не кушать после 6, то ты будешь худеть, и это действительно работает. Некоторые для себя выбирают питание, например, с часу и до 9, это тоже должно работать, но мы должны понимать, что все равно тогда ужин должен быть такой легкий. И чтобы не быть голословной, я вам расскажу про свои результаты. В октябре-ноябре у меня талия была 68 сантиметров, это для меня очень много, я это говорю, и мне стыдно, что я себя так довела. 68 для меня действительно много, 68 с переходом 69 даже. Далее, перед Новым годом моя талия была на 2 сантиметра меньше. И уже сейчас, после интервального голодания, моя талия 64 сантиметра, даже с переходом 63 сантиметра. Я считаю, что это отличный результат. По весам вес у меня 55,4, это для прямого роста 171, это достаточно хороший вес. По сути, мне сейчас худеть не надо, мне только надо поддерживать мой вес и ходить в зал и качаться. То есть подтягивать мышцы, как бы работать на тонусы мышц. И я этому очень довольна и говорю совершенно уверенно, что виной этому только интервальное голодание. Возможно, мои цифры вам покажутся совершенно незначительными, что я вообще не похудела. Но кто боролся с лишним весом, особенно если у вас не так уж его много, ты застреваешь на каких-то минус 2 килограмма, ну тебе надо похудеть на 2 килограмма, и все, дальше ты никуда не двигаешься. Вот со мной именно это и происходило. Тривальное голодание, ура, мы победили эти 2 килограмма. Еще чем мне нравится именно такой принцип питания, тем, что ты можешь себе что-то позволить. Я ненавидела диеты, была совершенно злющей, когда на них сидела, всегда срывалась, не было ни одной диеты, чтобы я не сорвалась. Именно потому, что вот такой у меня характер, что если мне что-то запрещаешь, мой организм требует это что-то. Я, например, не сладкоежка, но когда мне нельзя было по диетам есть там сахар, шоколадки, я могу сорваться и сожрать эту шоколадку, хотя я вообще даже не очень-то и люблю шоколад. С интервальным голоданием такого нет, ты себе можешь действительно позволить, даже если вечером ты ничего не кушаешь, ты знаешь, что придет утро, и тогда-то я съем круассан с лососем. То есть в умеренных количествах, естественно, умеренность это везде, мне кажется, золотое правило, но я ем, что хочу. И происходят чудеса. Я вот тому подтверждение, я могу сказать, что мои родные тому тоже подтверждение. В моем окружении люди есть, которые начали питаться именно так, и тоже у них произошли результаты. Единственное, что тут важно, это постоянство. Нельзя пять дней питаться интервальным голоданием, сидеть на интервальном голодании, а потом два дня обжираться в Макдональдсе по вечерам. Если, например, кстати, если я знаю, что я иду в гости вечером, обычно на выходных или еще что-то, и знаю, что я там буду кушать, то я позавтракаю, ну не позавтракаю, но могу, могу, да, не позавтракать. Так что там, не знаю, только легко пообедаю, и то там в два часа. Я как бы просто смещаю эти восемь часов. Понятное дело, всегда бывают какие-то сбои, когда ты не предполагал, что ты пойдешь в гости или еще что-то, но это бывает редко, и я думаю, что если процентов на 90 выполнять вот этот принцип питания, то все будет замечательно. В общем, это крутая штука, поизучайте, почитайте, посмотрите, может быть, она вам тоже подойдет. Мне кажется, очень вовремя выпускаю я этот ролик, потому что нам всем уже пора начинать готовиться к лету. Наконец-таки мы сможем носить красивую обсягивающую одежду, короткие шорты, и в купальниках разгуливать по морям. Я очень вам этого желаю, и желаю прийти в форму как можно скорее. Естественно, не забывайте про спорт. Ну, спорт и питание, эти два друга ходят всегда вместе. Я надеюсь, что вам сегодня понравилось это видео, вам было сегодня интересно. Если это так, жду ваши пальцы вверх, и обязательно еще увидимся в следующих видео. Пока-пока!